Операция идёт уже четвёртый час. Под общим наркозом боец с позывным «Ворон». Задача хирургов – спасти и вернуть пациента к нормальной жизни. У тюменца было ранение в живот, осколки по всему телу. В результате обстрела колонны, миномётная батарея противника пострадала от осколков. Меня оторвало ногу, очень сильно повредило руку, разорвало полностью живот. Я очень благодарен врачам. Я даже не ожидал, что гражданские специалисты так смогут спокойно справиться с такой сложной задачей. Чувствую себя хорошо. Операция прошла достаточно гладко, без каких-либо послеоперационных осложнений. Позиция пациента очень радовала. Достаточно жизнеактивный. Николай Потрепалов – военный разведчик. Пошёл на спецоперацию добровольцем весной 22-го. Прошёл два фронта. После ранения уже полтора года восстанавливает здоровье. До этого лечился в госпиталях Минобороны Москвы и Питера. Операция, которую сделали врачи первой областной больницы, стала для бойца уже 25-й по счёту. Для наших бойцов у нас зелёный коридор. То есть мы тесно сотрудничаем с департаментом здравоохранения, решаем все эти вопросы с госпиталем ветеранов. Поэтому сразу же было назначено обследование. В фонде защитники Отечества, куда обратился Николай Потрепалов, ветерану помогли по многим вопросам. Не только без очереди попасть на операцию, оформить все положенные по закону выплаты и льготы. Но что особенно важно для бойца, в Тюменском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия ему изготовили новый протез голени. Слепки взяли в сентябре. Все комплектующие, скажем, в данном случае, да и вообще мы ставим практически самые передовые, пользуемся материалами тоже, на мой взгляд, самыми лучшими, что и позволяет более качественно изготовить протез. Тут стоит всё и защита, и железо, чтобы для комфортного дальнейшего существования для ходьбы. Цвет тоже сам выбирал. Цвет сам. На интервью Николай пришёл уже на новом протезе. Жить захотелось. Очень сильно жить захотелось. Не так, как раньше. Раньше было без разницы на своё здоровье. В принципе, молодость она такая, без тормозов. А сейчас, наоборот, жить хочется. Скоро у Николая ещё одна операция. И планы на жизнь большие. Найти работу и заняться спортом. Анастасия Заревич, Вячеслав Синельников, Тюменская служба новостей.